Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Посмотрим, что добавилось к нам на этой неделе в качестве некой сюжетки, а также поговорим о том, что вскоре от нас уйдет, ну и что нас ждет на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее, седлайте своих коней и поехали! А сегодняшнее обновление нас порадовало неким заданием, связанным, внимание, с трактиром Волчье Логово. Волчье Логово появляется в игре в жизни абсолютного каждого наездника, так как мимо него вы точно не проедете. Только-только построив мост и выехав за пределы Морланда, вы всегда знакомитесь с обитателями данного заведения, а точнее трактира. Ну и плюс еще в сюжетке он не раз будет упоминаться, но чтобы нам добавили в обновление сюжетку, это, конечно, что-то удивительное. Давайте же посмотрим, что же здесь происходит. Так как нам в этом обновлении добавили всего лишь одну вот эту сюжетку и больше ничего, я думаю, нам стоит ее пройти. Давайте же поговорим с Анной, что здесь произошло, что их беспокоит. Привет, Дарья. В трактире остановились гости из далеких краев. Хотелось бы сказать, что визит проходит замечательно, но постояльцев, похоже, что-то беспокоит. Только они не признаются. Можешь с ними поговорить? Мне важно, чтобы мои гости были всем довольны, но они отказываются говорить в чем дело. Возможно, просто из вежливости. Мы должны, значит, уж знать, что-то не так. О, это девочка-ботаник. А это, видимо, как раз семья, обожающая лошадок. Наверное, их беспокоит отсутствие лошадей. Я так думаю. Так, что их беспокоит? Позволь, я расскажу тебе о гостях, которые у нас остановились. А ты попробуй узнать, что их беспокоит. Ну давай. Семейство на распуте. У нас гостит семейство, которое без конца о чем-то спорит. Я слышала только обрывки разговоров, но, похоже, они не могут решить, чем заняться в свободное время. Может им пригодится взгляд со стороны, узная о путешествующей семье. Так, о ворчании ботаника. Среди наших гостей есть ботаник. Она приехала изучить наши края, а еще ищет место, где можно проводить конференции. Эду понравилась эта идея. Это привлечет еще больше гостей. Но я постоянно вижу, как исследовательница что-то бурчит себе под нос, особенно в нашем кафе. Может быть, что-то не так с едой? Можешь узнать, в чем дело? Она отвечает, что все в порядке, но мне кажется, что отмалчивается из вежливости. Так, давайте начнем с семьи. Мне кажется, тут нужны конные прогулки. Здравствуй, деточка. Чем могу помочь? Классная моделька, кстати. А задача на дамы. Прости, милая, мы слишком шумим. Кстати, ты случайно мне местная? Можешь кое-что подсказать? Конечно, могу. Мы осматривали разные конюшни на юрике, чтобы выбрать, куда отправить дочерей следующим летом. У нас осталось несколько дней, которые мы забронировали на всякие пожарные, и теперь мы не знаем, чем их заполнить. Ты можешь посоветовать какое-нибудь приятное занятие, желательно поблизости, чтобы нам не пришлось опять куда-то ехать? Вы посмотрите, какие они классные. Ребята, если что, то вот наши персонажи в будущем будут выглядеть примерно так же. О боже, это классно. Мам, на юрике надо ездить на лошадях. Какая ты классненькая, боже. Какие устья морские, не могу. Точняк. Ого, вот это сленг. Пожалейте маму, она устала ездить по конюшним. Давайте придумаем что-то другое. Ну, папа. Ну вот, опять они завелись. Попробуй их угомонить. Если придумаешь, чем можно заняться, скажи нам, хорошо? Кстати, тот человек, похоже, хочет тебе что-то сказать. Джеймс. Это ты? Нет, это не Джеймс. Так, а теперь давай-ка к ботанику. Что ты к нам хочешь поведать? Хм, о, здравствуй. Ты увидела, что меня что-то беспокоит и решила, что дело в трактире? Ну, отчасти. Можно я тебе расскажу? Конечно, кому же еще? Матушка природы прекрасная. Нелес Грандл тому подтверждение. Однако природа не может одаривать нас вечно, если мы забираем у нее все без разбору. Я приехала изучить местную флору. Некоторые виды диких растений постепенно исчезают. Конечно, компания Джетт приложила к этому руку, но виновата не только она. Сравнивать других Джетт это все же слишком. Разве нет? Ой, прости, без сомнения, Джетт главное зло. Но каждый из нас может повлиять на ситуацию. В одиночку все мировые проблемы не решить. Но на пользу пойдет любое доброе дело. В меню трактира Вольчья Логова входит одно растение. Дикий юринский тимьян. В природе он встречается все реже, но его легко выращивать. Главное знать как. Семена растения как раз должны уже созреть. Поэтому я хочу собрать их и передать местным работникам. А заодно поделиться парой советов о том, как сделать трактир экологичнее. Ты хочешь помочь спас... Чего? О, боже. Это очень мило с твоей стороны. На лошади ты управишься куда быстрее, чем я. А так... Так что я бы попросила тебя собрать семена. Я дам тебе изображение нужных растений. Насколько я знаю, они растут в лесу неподалеку. Ну ладно, давайте вернемся к дяденьке. Я не помню, как тебя зовут. К Эду. Я все слышал, Дарья. Они довольно громко говорили. Так пораскинем мозгами и придумаем, как им помочь. Наши постояльцы ищут все занятия поблизости от трактира. Наверняка они не последние. Бости будут приезжать на конференции, и им нужно будет как-то убить пару часов. Какие же развлечения можно предложить наша природа? Пора надеть мою думательную шапочку. Так, куда я подниму? Опять думательная шапочка. А вот и она. Голова сразу наполнилась кучей идей. Во многих гостиницах и трактирах есть стойка с брошюрами, которые рассказывают о интересных событиях и развлечениях. А у нас почему нет? На холме неподалеку есть яма для барбекю. Сделай несколько фото, а я пока составлю описание, как туда попасть и где купить еду и корзинку для бедняка. А где это яма для бедняка? Туда надо ехать наверх? Ты почему еще здесь? Скорее беги фотографировать. На твоем телефоне плохая камера. Что у тебя там за древний кирпич? Я думаю, молодежь вечно гоняется за новомодными моделями. Ну ладно, можешь взять мой фотоаппарат, только не забудь вернуть. Ого! О, ребята, нам тут намекнули за телефоны мобильные. Может быть нам как бы потом в будущем кастомизация своих каких-то телефонов с фотоаппаратом. Это очень интересно. А как? Как? Как туда забраться? Ну понятно, кое-как. Так. А что старенькая? У меня, по-моему, старая камера такая же, на которую мы поняшек фотоаппинта фотографировали. Разве нет? Разве она не точно такая же? Ну ладно, раз это его телефон, возмущаться мы не будем. Может быть формат другой? Я вообще не знала, что это место тут есть. А-а-а, так вот как сюда забираться надо. А тропинку? А как тропинку сделать? Можно тропинку, пожалуйста? Я хочу тропинку. Все готово. Дай-ка я посмотрю фотографии. Да, отлично. Но одного места мало. Люди любят, когда у них есть выбор. Самые лучшие места должны знать коренные жители. Можно спросить у миссис Пайка, где можно устроить пикник в Грёндале. Кстати, дорога долгое время была непроходима. Обязательно отметь любые препятствия, которые могут помешать туристам в Грёндале. И заодно все, что может им помочь. Ого. Ого. Ого, как интересненько. Мне кажется, это в принципе проклятие этой таверны. Все расчищать. Всегда. Мы с этого начинаем. Мы этим продолжим. Мы этим когда-нибудь и закончим. Наверное. Я не знаю. Так. Ага. Указатель поможет добраться до места назначения. Так, теперь, значит, поворачиваем сюда. Вот, мы сейчас по пути все и сделаем. Мы и отметины. Пунктики всякие сделаем. И цветочки смираем. Кажется, этот вход в лес. Его не пропустишь. Кажется. Дорогая моя, мы тут уже столько лет катаемся. Нам что-то может еще казаться. Мы с лошадьми уже разговариваем. О чем ты? Ой, а вон цветочек. Вон цветочек. Цветочек вон. Так, иди, иди, иди. Это аккуратненько, аккуратненько. Ты ищешь семена. Сейчас так, мимо. Тут семена пока не созрели. Ну ладно. Ищем следующее. Так, вот тут. Так. Один из пяти. Один из пяти. Ну ладно. Ладно. Хорошо. Я соберу... О! Я соберу эти семена. В этот момент нужно было сказать, да не будь, я там великий, бла-бла-бла, я соберу эти семена. Так. Так, здесь. Где еще? Вот здесь. Так, а я сколько собрала? Три? Четыре? Три. Здесь не созрели. Вот это так. Так, еще вот здесь вот. Соберем же семена. И посадим мне везде тимьян. Так, четыре. И последняя где-то около дороги, по-моему, растет. Где-то. Где-то. Вот. Я же помню, что я что-то видела вдалеке. Все. Выполнено. Так, теперь... Ой, что я аккуратно. Аккуратно. Это было больно. Теперь мы отмечаем дорогу. Белочка. Посреди дороги лежит бревно. На его можно обойти. Где? Администрация. Ярхейм. Это надо все убрать. Там должна была сидеть белка или что? Ну да. Так, все. Белочки. Киш-киш-киш-киш. Мне, кстати, эта дорога чем-то напоминает дорогу через лесу Барби-приключения на ранчо в поисках Лаки. Привет. Чем могу помочь? Этого просил рассказать об этой местности. Так, здесь есть яма... Почему яма? Яма для барбекю. А еще устроить пикник можно прямо рядом с нашим домом. Мы точно не будем против, если сюда потянется больше людей. Особенно, если им захочется порыбачить. Для тех, кто предпочитает уединиться, в лесу есть приятное место с отличным видом. Я покажу эти места на карте, чтобы вы с гостями не заблудились. К сожалению, на ней не отмечены узкие тропы. Но ты можешь нарисовать их или сфотографировать. Удачи! Такие моменты я всегда думаю... Почему этим занимаюсь именно я? Но не именно я. А почему этим занимаются наши персонажи? Каждый раз. Нужно найти лошадь? Да, конечно, иди ищи лошадь. Нужно собрать ягодки? Ладно. Хорошо, мы соберем ягодки. Нужно подковать лошадь? Да, конечно, мы подкуем лошадь. Да, иди-ка построй дом. Да, да, конечно. Ну, наверное, смешно. С каждым годом ничего не меняется. Хорошо, что нам за это платят. На мороженое дают. Это очень приятно. А, да-да-да. Знаете, что приятно? Пока мы все равно едем, я типа не выиграла золотую медаль в чемпионате осени. Это была очень жестокая битва. Нас было, правда, очень мало. И, к сожалению, моя подруга, которая шла первая, а я вторая, она врезалась. Это очень грустно. Но я вырвалась вперед и не дала нашим противникам занять первое место. Ой. Вот мы и увидели лошадь изнутри. Так что, да, у меня первый раз золотая медаль за чемпионат осени. Это вторая моя золотая медаль в жизни ССОшни. Понятное дело. Самую первую медаль я золотую завоевала на чемпионате Фергрови по-моему, в восемнадцатом году на англичане второго поколения из деревушки полумесяца. Ой, да, я тогда тоже со своими друзьями этот чемпионат проходила. И это всегда очень странно, когда ты вроде бы едешь третий и вот прям перед самым финишем один врежется, второй врежется, третий как-то залагать и ты вместо четвертого места приезжаешь первым. Тогда, видимо, когда какая-то сила Айдена сама сказала, что давай-ка ты выигрыш. Так, достижение? Что за достижение? Просто люкс. Что такое? Найди все загадочные люки? Да ладно, есть такое достижение, я же их вроде бы все находила, нет? А где он? А где этот люк? А, а я мимо него ни разу не проезжала, вы хотите сказать? Так, все, кстати, мы здесь закончили, мы возвращаемся. Так, вот мы и на месте. Да, все верно, это дикий юрвинский тимьян. Спасибо за помощь. Да, пожалуйста. Так, я вроде бы готова поговорить с хозяином трактира. Ключевое слово вроде. Этот человек показался мне довольно странным и суетливым. Не знаю даже, как к нему подступиться. Ты его знаешь? Тогда можешь выполнить еще одну просьбу, поговорить с ним и узнать, готов ли он поменять меню и сделать трактир более экологичным. Но почему всегда все делаю я? Если я не хочу, почему же мы выполняем все? Так, смысл о будущем. Дарья, у меня гениальная коммерческая... Ой, началось. Так, составляем карту. С возвращением надеюсь, тебе удалось найти красивые места для пикника. Так, есть еще одно классное место. Хорошо, получились фотографии. Здорово, просто здорово. Эти живописные пейзажи определенно сподвигнут уставших туристов устроить себе тихий пикничок. Прощу прощения, случайно услышала эти места доступны для всех. Ну, конечно, их каждым можно выбрать уникальное окружение на любой вкус. Куда ты посоветуешь пойти? Наверное, в лес. Звучит замечательно. Большое спасибо за предложение. Так, ладно. Все разрешилось наилучшим образом. Благодаря моей деловой хватке и твоей участливости мы смогли найти занятия для наших гостей. Но это же не все, да? Это не все? Великолепная идея. Давай. Я придумал отличное развлечение, которое на Рунерка привлечет немало гостей трактира. Вот да, любовь к лошадям и экотуризм. Вот чем туристы проезжают на Юровик. Это наш трактир объединит эти два занятия. Я уже договорился с людьми на ферме Голдспор и попросил их устроить неподалеку небольшую гонку для новичков. Только части инвентаря доставили не по адресу, а к нам в трактир. Хочешь предложить, как улучшить трактир? Ну, знаешь ли, у меня в голове столько забот, что для новых места пока нет. Сможешь доставить инвентарь и заодно испытать гонку? Здрасте, еще одну. Гонку нам дают? Ой, ну ладно. Так, а что? А почему? А вот. Цель у наших гостей есть. Теперь им нужна вкусная еда для обеда на природе. Возьми корзинку для пикника на стойке и отдай ее туристам пока на холмень, но не на том, где яма для барбекю. А я доделаю брошюру с указаниями. Хорошо. А, это... Это доставка. Мы еще и доставщики. Но замечательно. Да, я сегодня просто на пике своих возмущений. Извините. Но я думаю, я и с этим не поспоришь. И я не одна. На-на-на-на-на-на-на. Да, в кои-таки веке на канале длинное видео по обновлению. Тоже не поспоришь. Так, вот ты загружаешь инвентарь на лошадь западная. Да, у меня лошадь западная. Имя. О, корзинка для пикника. Какой славный подарок. Спасибо. Так, так. Дорого, большое спасибо, что потратила время и помогла нам. А, ага. Ага. Ой, сколько. Так, довольная семья на отдыхе. Это говорит, что ты помогла ему сделать фотографии и составить описание мест, где наши гости могут устроить пикник. Семья, которая не переставала спорить, мирно несла в машину большую корзинку для пикника. Надеюсь, они наконец договорились и проведут приятный вечер. Угу. А я тем временем на крупе своего коня везу. Я забыла слово. Я везу. Боже мой. Брусин. Жерди. Жерди. Почему я хочу сказать балки. В общем, да, к новой горке. И я их привезла. Ой, здесь. А докуда? Спасибо за данный вставку. Я могу помочь чем-нибудь еще. Тебе прислали из трактира волчье логово, чтобы опробовать гонку? Отлично. Сложно творить без обратной связи, так что отзыв наездницы не помешает. гонка. Гонка на время. А вот интересно, получается, теперь, когда новые игроки открывают гонку... Точно, там же написано, что, чтобы открыть эту гонку, ой, эти задания, нужно иметь Star Rider и на минуточку всего лишь закончить строительство моста. Значит, теперь все новые игроки, когда будут открывать дорогу к Нью-Хилкорсту, они будут ее не скакать прогулочным галопом, а, видимо, вот так вот проезжать в виде гонки, которую... просто если бы она закончилась где-то в начале... А? Если бы она закончилась около домика Миссис Пайк, по-моему, так ее зовут, то это было логично. Но нет, она, видимо, в обратку. Хм. Очень странно. То есть, получается, мы начали отсюда, мы сюда возвращаемся и потом едем дальше в Ярлхейн. Ай! Это было не очень приятно. Ну, как-то странно, но хорошо. Все, дайте мне мой денежный приз. Молодец, конечно, я в тебе и не сомневалась. Гонку еще нужно дополнить, изменить препятствия, чтобы они лучше вписывались в пейзаж. Знаешь, передвигать стойки гораздо легче, чем тяжелые бревна. Мне не мешает... Мне не помешает помощь, так что приходи, если будет время. На этом пока все, пока. Я думала, нас заставят этим заниматься прямо сейчас. Но, однако, все не так плохо. Нам разрешили это сделать попозже. А сейчас мы едем обратно к Эду, который принять эту сюжетку. И, видимо, на этом все. После чего мы поговорим о том, что нас ждет на следующей неделе и не только. так, чудесно, ты осталась цела. Спасибо. Давай поговорим, как нам привлечь гостей в трактир. Это еще не все. У кого-то из гостей появилось предложение, как сделать трактир экологичным. Ничего обещать не могу, но я готов выслушать. Пусть подойдет. Ботаник очень волнуется из-за разговора с Эдом, но надо остаться рядом. Окей. Оба нахмурились, надо спросить, что случилось. О, привет, Дарья. У меня расстроен вид, Эд сказал, что получает еду от поставщиков. Стоило догадаться, по ворожанию ходят собирать ингредиенты сами. Так глупо с моей стороны. Прости, и тебя зря пришлось ездить за семенами. Когда я нахожу решение проблемы, то напрочь забываю об остальном. Не все потеряно, моя уважаемая. Теперь я знаю, в какой опасности это растение, и я постараюсь заказывать его поменьше. Пусть все сложилось не совсем так, как хотелось, но идея хорошая. Может быть, рассказать о растении миссис Пайк и передать ей семена? О, а это вариант. Дарья, можешь отвезти ей семена? По правде говоря, мне немного неловко. Надо как следует размыслить, прежде чем браться за решение очередной задачи. Псс, можно тебя на два слова? Чего? Хочу поделиться с тобой парочкой соображений. О, это человек-соображалка. Если честно, я не знаю, как мисс Пайк поможет защитить растение, разве что будет знать, что она под угрозом исчезновении. Знаешь, фамилия у нее соответствующая. Пайк, значит щука. Ремесло этой дамы рыбалка, а не земледелие. Сомневаюсь, что она с готовностью возьмется что-то выращивать. С другой стороны, кто ее знает, поговорить с ней, может не стоит судить по фамилии. Все-таки моя фамилия Фельд, то есть Поле, и она скорее рисует образ фермера, а я выдающийся предприниматель. А вот твоя фамилия предполагает, эээ, неважно, пора заканчивать саты болтовней, надо придумывать, как развивать трактик. Тебе, там стоит девушка, видишь, машет рукой, она давно на нас смотрит, полагаю, хочет что-то тебе сказать. Слушайте, я думала, она намного короче эта сюжетка. Привет, еще раз, я обновила гонку, не хочешь попробовать? Немного изменила гонку, оцени, пожалуйста. Тебе не нужно, тебе нужен другой конец Грендал? Ничего, не обязательно проходить гонку целиком, если у тебя нет времени. Главные перемены, вначале, что пройди часть маршрута, которая окажется по пути, а другую половину может закончить на обратной дороге. Что? Что? Это получается? Что это? Это будет гонка в две стороны? То есть, мы можем эту гонку, да, мы вначале эту гонку можем пройти, когда, допустим, бежим от трактира в сторону Ярхейма, а потом в обратку. Скажите, что моя мысль была верна и в итоге все выйдет так, как я сказала. Это будет очень приятно. или нет? Что такое? Что такое? Почему ты не захотел прыгать? Тихо, тихо, тихо. Я понимаю, ты устал, тебя качали три дня, потом ты сегодня золото, ты заслужил отдых, но нам некогда отдыхать. Нам нужно снимать видосики. Ребята, это идеально. А в обратку как? Доставка? Ох, я и не знала, что дикий юринский тимьян уязвим, ведь всю мою жизнь в его этих краях была тьма тьмущая. Мы частенько приправляем тимьяном супы и жареную рыбу. Будет жаль навсегда остаться без этих блюд. Так что мы примем меры. Спасибо за предупреждение. А это что за семена? Поговори с миссис Пайт. Приятно видеть, что трактир думает об экологии. Мы загордимся своим ремеслом и должны заботиться о природе, которая так много нам дарит. Правда, я не знаю, что делать с семенами. У меня нет ни горшков, ни садоводческих талантов. Даже удивительно, что наши розы такие крепкие и живучие. Хм, может лучше вернуть их матушке природе и рассеять в лесу? Гости из трактира просила передать их мне? Прости, но я точно не смогу вырастить из них ничего путного. Если боишься, что гости расстроятся, услышав правду, тогда, знаешь, иногда нет ничего плохого в безобидной лжи. Но это уж тебе решать. Я, наверное, скажу ей правду. Потому что, если тимьян растет сам по себе, он растет неплохо. Просто его очень много использует, то почему бы его просто самим не рассадить? Рассадить его своими руками увеличит шанс возойти саженцем, росточком маленьким, чем если бы он бы сам рассеялся. Я очень извиняюсь, что у меня есть паузы такие долгие. Просто до этого я снимала еще одно видео, и у меня немножечко сел голос. Вот. Поэтому у меня горло немножко болит, ноет. Но ради вас я сниму это видео до конца. Хотя оно уже идет как бы почти полчаса. Так, все. Все, мы приехали. Давайте поговорим с ботаником. Вот, и вернулась. Как все прошло? Расскажи ботанику. Ну, не томи. Сказать правду. Да, жаль, что не удалось передать ей семена. Зато она хотя бы узнала, что растение на грани исчезновения. Что, спасибо, что все рассказала. Тихи. Теперь можно расслабиться и не переживать, что так сильно из-за трактирного меню. Знаешь, маленькие победы тоже важны. За наши вышла неплохая команда. А, спасибо, что выслушала. Остается только для чего я и приехала, как следует отдохнуть. Все. Это же все. Все. Ботаник восторг. Кажется, тучи над нашими странствующими ботаниками развеялись. Спасибо. Ой, пока не забыла. Эд просил передать, что когда мы закончим гонку, ты сможешь участвовать в любое время. Я немного перефразировала, но в общем, так он тебя благодарит за помощь. Так. Улыбки залог успеха. Спасибо, что выслушала наших гостей и избавила их от забот. Вольтрап. Вольтрап. Надеюсь, ты еще заглянешь в трактир. Может, захочешь отдохнуть, а может, тебя проведет очередное приключение. Такие подарочки я люблю. Классный Вольтрап. Характеристики, по-моему, хорошие. Идеально. Еще и шикарные характеристики. Зеленый. Мне так не хватало такого зеленого Вольтрапа. Новенького какого-нибудь классная. В общем, да, на этом сюжет подошла к концу. А, напоминаю, что 17 августа у нас уезжают старенькие ватерхорсы, поэтому не забываем, что если вы хотели эту лошадку себе, бежим, просто полным ходом покупаем ее себе и оставляем у себя в коллекции, как некую память. А может быть, вы до сих пор проходите на ней чемпионаты? Кто знает. Главное, чтобы вы ее купили точно с любовью на душе и сердце. Ну, а также на следующей неделе к нам приезжает новый праздник, точнее, возвращаются пляжные развлечения. Так что не теряйте, лето еще идет и пора его праздновать со следующей недели с запуском фонариков. А на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Ой, и хорошего вам солнышка в эти дни. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!